Сообщений о погибших россиянах, которых отправили на территорию Украины в рамках мобилизации, все больше. Смерти скрывать уже невозможно, поэтому практически ежедневно в региональных СМИ появляются новости о прощаниях с призывниками. Только в Волгоградской области буквально за неделю похоронили около 15 мобилизованных. Средний возраст погибших 35 лет. Дата смерти практически у каждого одна – 24 октября. В какой точке фронта погибли мобилизованные, их близкие не рассказывают, но в этот день украинский генштаб сообщал об успешных боях в Сватовском районе Луганской области. Судя по рассказам, родственников призывников из других областей практически всех отправляют под Сватово, где сейчас очень сложная обстановка. Именно из резервистов формируют первую линию обороны. Первого мобилизованного из Волгограда похоронили 28 октября. Им стал Сергей Горбунов, который, по словам родственников, пробыл на территории Украины всего неделю. После получения повестки в соцсетях он написал. Через несколько дней Горбунов сообщил, что едет эшелоном в Джанкой, а потом в Херсон. Поэтому, возможно, этот мобилизованный погиб на юге Украины. В комментариях к новости о прощании с Сергеем Горбуновым россияне довольно негативно высказываются о частичной мобилизации и призывают других не ввязываться в войну. То были армейские, теперь пошли мобилизированы. Парень, без тебя бы обошлись, а вот сын без тебя не обойдется. Дети, опомнитесь, не ходите туда. Не надо денег, богатства, живите с семьей, воспитывайте своих детей. Оставляйте сиротами. Вы свой долг отдали срочной службой. Зачем сейчас идти на смерть? А я вот не пойму, за что долг родине отдавать и идти по их поручению на явную смерть, когда уже успели задолжать родине? И это только начало. Скоро начнут хоронить сотнями, тысячами и уже без почестей и статей про них. Судя по информации, в региональных СМИ на передовую отправляли россиян самых разных профессий. Автомеханики, сварщики, фермеры, менеджеры, оперативники уголовного розыска, строители. 2 ноября в Волгограде простились с 34-летним преподавателем детской школы искусств Сергеем Шмелевым. Он проходил срочную службу в Ставропольском крае до мобилизации, преподавал художественные дисциплины, окончил в ГИИК. Похоронки получают родственники призывников из республики Башкортостан, из Челябинской, Омской областей. Очень много погибших в Свердловской области. Здесь, в небольшом Талийском районе, в один день похоронили сразу четверых местных жителей. Все они были мобилизованы 3 октября. Один из них – многодетный отец, который не должен был получать повестку, учитывая свой семейный статус. Также погибли трое мобилизованных из Североуральского городского округа Свердловской области. Одному из них был всего 21 год. На Южном Урале похоронили мобилизованного Инала Тасоева, который успел жениться за день до отправки на службу. Его призвали 6 октября. Спустя две недели он погиб. Сестра резервиста рассказывает подробности его смерти. Помимо этого, появляются новые истории резервистов, которые, несмотря на состояние здоровья, были отправлены на фронт. 7 октября погиб житель Краснодара, бывший полицейский Федор Ванюков. Причем он уже воевал в Украине, был контужен и получил пулю в голову. 1 сентября Ванюков прибыл в отпуск и, по словам жены, жаловался на сильные головные боли, но его призвали снова в рамках частичной мобилизации и отправили в Каховку. Вот что рассказывает жена погибшего. Некоторых мобилизованных посмертно награждают орденами. На похороны обязательно приезжают местные чиновники, которые зачитывают речи. Например, во время прощания с призывником из Омской области Виктором Фельдом представители власти рассказывали о планах цивилизованного Запада по искоренению русского народа. Учитывая катастрофические потери среди мобилизованных и отсутствие подготовки, некоторые резервисты пытаются покинуть позиции и вернуться в Россию, что не так просто. Пятерым призывникам из Томской области угрожают уголовными делами по статье о дезертирстве. Они ушли из зоны боевых действий и скрываются в лесу. Родственники написали письмо губернатору области, где сообщили, что их близкие не прошли обещанную трехмесячную подготовку. Вместо этого их бросили в зону боевых действий на Луганщин без командования, боеприпасов и продовольствия. В воинских частях их называли мясом и фаршем. Бьют тревогу и жители Челябинской области. По их словам, мобилизованных подвергают неоправданному риску из-за быстроты отправки на фронт. В связи с этим родственники призывников уже обратились в прокуратуру, но пока что никаких результатов это не принесло.